В Большом Актовом Зале собрались все, причастные к созданию и развитию Агрофака. Сейчас он является одним из крупнейших факультетов не только в Бурятии, но и по всему Дальнему Востоку. С 1952 года профильные специальности получили более 6 тысяч студентов. Первый выпуск насчитывал 50 человек. Из них сейчас пока живых осталось где-то человек 9. Остальные все в мир иной ушли. Вот такая история. И дальше вы работали? Я работал где-то до 2012 года. Начальник инспекторы Востокомиссии по сортиспытанию. Я 37 лет работал. Вот так. Председателем. Сейчас студенты обучаются по пяти направлениям. Бакалавриатом, трем магистратурой и четырем аспирантурой. Всего чуть менее тысячи человек. Наше направление факультета пользуется большим спросом. Все студенты после окончания устраиваются на работу именно по специальности, по направлению. За всю историю агрономический факультет выпустил множество видных деятелей, среди которых Анатолий Кушнарев, депутат народного фурала, доктор сельскохозяйственных наук, профессор и заслуженный агроном России. Тогда, в 1952 году, был открыт агрономический факультет, потому что земледелие нашей республики, а он работал еще на Забайкальский край, то есть на Чеченскую область, начало бурно развиваться. Поэтому за эти годы много достижений и хочется сегодня подвести итоги и наметить пути дальнейшего развития наших агрономических специальностей и в принципе в определенной степени пути развития растеневодства нашего земледелия. На данный момент около 30% от общего количества агрономов Бурятии – выпускники факультета БГСХ. Агрофакт на этом не планирует останавливаться, продолжая наращивать свою мощность. Руслан Хороших, Жаргал Цериндашиев, Новости дня. Руслан Хороших, Жаргал Церинда. Агрофакт на «Скакetch» Руслан Хороших, Жаргал Центр Хороших, Жаргал Церинда. Продолжение следует...